В конституции Украины, так же как и в конституции России, заложен принцип многопартийности, плюрализма идеологий. У нас, у нашего рода, есть своя идея и своя идеология, которая зафиксирована сегодня в литературе, в поконе рода и в другой литературе. То есть нам не нужно, чтобы конкурировали разные идеологии. Нам нужно, чтобы в конституции была первая часть духовной настановы украинского народа и четко было определено, какое общество мы строим, куда мы идем. Причем это общество строили наши предки. И там все четко определено. Поэтому конкурировать идеологии не должны, вообще не должно быть других идеологий, которые бы хотели бы изменить нашу общую идеологию. Вот идея в чем. И сегодня, к сожалению, мы играем в эту игру под названием «многопартийная система». И сегодня мы идем как политическая партия. По большому счету политических партий быть не должно. И вы прекрасно знаете, что если мы говорим о системе копного права, система выборности была совсем другая. Там партий не было. Там на современный лад, я бы так сказал, местная территориальная громада, убирая депутатов первого ревня. Потом они же выбирают себе депутатов следующего уровня. И так по принципу, извините, матрешки. То есть зачем избирать депутата районного совета, когда руководитель села, голова сельской рады, он должен автоматом входить в районный совет. Он же представляет интересы этой территориальной громады. Получается, мы себе сами создали вот того монстра, которого сейчас победить не можем. Ну вернее, не мы. А нам так подсказали и навязали. Сказали, демократия это хорошо, многопартийность это хорошо, институты гражданского общества это хорошо. Да, это хорошо, если они не финансируются и за границей, и не осуществляют промывку мозга народа, что происходит сегодня в Украине, и не только в Украине. Поэтому я еще раз хочу сказать, что нам нужно вместе менять конституцию и нашу идею, и нашу идеологию туда, куда идет наш народ, который живет на территории Святой Руси, куда мы стремимся. Это никак не многопартийность и никак не демократия в том виде, в котором мы имеем ее сейчас. Это народовластие, за которое мы должны бороться. Редактор субтитров А.Семкин